Сегодня мы говорим о так называемых брендовых ювелирных украшениях, коллекциях знаменитых домов и беседуем мы с руководителем проекта Камзол 74 Натальей Давыдовой. Наталья, вопрос такой, чем же все-таки вот эти коллекции, эти украшения отличаются от просто хороших, дорогих и качественных украшений с драгоценными камнями, с драгоценных металлов, то есть чем они отличаются и почему иной раз они дорого стоят. Признаков очень много у каждого брендового ювелирного непосредственно дома. Настолько уникальные изделия, свой почерк, свой штрих, они узнаваемые. Те же самые взять Кортье Болт, например, настолько топовая модель. А Каррера у Каррера, их изделия, ну, издалека. Например, у Каррера и Каррера такой достаточно специфический, приятный оттенок желтого. Они очень много используют матового покрытия. У Тиффани тоже свои оттенки. Кстати, про оттенок золота. У каждого бренда свой оттенок. Но, опять же, это благодаря опыту я заметила. У Шапарда у них более затемненное золото они делают. Мне, кстати, вот лично на мой вкус, мне очень нравится желтое матовое золото. И оттенки мне нравятся. У Тиффани очень красивый желтый оттенок. И у Каррера очень красивый желтый оттенок. Когда ты в этом мире живешь, ты понимаешь. И иногда, когда клиенты приходят, я вижу уже по оттенку, например, какой это бренд. Они имеют какой-то, делают свой состав сплава, да, свой уникальный. Вот этот почерк также он и в сплаве, и в изделиях, в дизайне, да. Поэтому их видно. И в чем преимущество покупки непосредственно брендовых ювелирных украшений? Они продаются достаточно хорошо, потому что я считаю, это инвестиция. Потому что бренды непосредственно украшения, они не потеряют и через 5, и через 10 лет свою ценность. На сегодняшний день, предположим, дом Каррера Каррера как таковой закрыт. Они делают ребрендинг. И был период, их можно было достаточно дешево купить, но на сегодняшний день цена просто возросла на Каррера, на изделия Каррера. То есть это уже ретро? Это уже, да, за ними, прям за какими-то определенными позициями, коллекциями, прям идет гонка. Тот же самый Шапарт, Шаме, есть определенные вещи. Шаме, кстати, это большая редкость на вторичном рынке. Действительно большая редкость. И я считаю, безусловно, в приоритете должны быть брендовые ювелирные украшения. Все остальное, это уже такое некое баловство, безусловно, это также инвестиция. Например, за буквально прошедший год цена золота, она поменялась, и цены выросли. Цены выросли, золото, ювелирные украшения с драгоценными камнями, они никогда не падают в цене. Это в любом случае, это инвестиция, а тем более на вторичном рынке. Вообще, в целом, у любого ювелирного дома, вообще у ювелирных домов, как правило, это ручная работа. За что ей ценность, да? Это особый дизайн, особая разработка. Это, как правило, капсульные коллекции, безусловно, выполненные ручной работой. Самые топовые бренды точно в России, в Челябинске в том числе. Каррера у Каррера, Кортье и Ван Клифф. Хочу еще спросить про российских ювелиров, они ведь тоже известны во всем мире, но если сравнивать, опять же, если это уместно сравнивать, то все-таки, как бы, это немножко разные вещи. Я пытаюсь понять, почему наши ведь тоже создают уникальные авторские украшения. У нас бриллианты редкой величины, редкой чистоты бывают. Вот все-таки на рынке ювелирных украшений, чем отличаются вот эти вот два сегмента, вот эти два направления? Разница в том, почему брендовые, вот бренд, например, Кортье, вот выпустили они болт, казалось бы, обычный болт, да, кольцо, вот это, браслеты, и весь мир по ним сошел с ума. Но почему у нас так не делают? Потому что, например, тот же самый бренд Кортье, они вкладывают на социальные вот эти вот исследования, на маркетинг. Ну, одним словом, это маркетинг, там бешеная команда работает, да, какие деньги туда вкладываются, и за счет маркетинговых уже исследований разрабатывается какая-то модель, тема, транслируется в дальнейшем в массы, да, и то есть там настолько детально и скрупулезно подходят к каждой детали, поэтому они правильно и четко бьют в цель. Но почему у нас так не делают? Я не могу этого объяснить. Ну, не могу я этого объяснить, хотя было бы здорово. У нас невероятное количество сумасшедших, красивейших изделий.